коллеги всем привет в этом видео обзоре рассмотрим bitcoin рассмотрим топ альткоины рекомендую поставить всем скорость воспроизведения на 1 50 и с комфортом посмотреть данный видеоролик до конца минимум воды разберем все в рамках двух торговых стратегий также объявляю розыгрыш этот видеоролик принимает участие в розыгрыше доступа в приватный канал на два месяца все что остается сделать это подписаться на канал трейдер 80 на 20 и на этот раз мы выберем победителя не рандомно определю его именно я и необходим будет ответить на вопрос если быть конкретнее то высказать свою точку зрения по поводу судьбы биткоина ну и вообще всего крипто рынка как вы видите ситуацию что будет в будущем да где будет на ваш взгляд но и почему ну то есть нет никаких там границ сколько строк можно и в два предложения в 15 предложений написать нас за самый интересный ответ на мой взгляд опять же я определю победителя выберу из комментариев и предоставлю доступ приватный канал то что есть приватном канале написано в описании к этому видеоролику там есть и доступ к таблице где и зона дисбаланса по монетам к usd и usdt к биткоину трендовые линии 80 на 20 фибоначчи также к usd и к биткоину вот ну и мои ежедневные видео обзоры далее давайте приступим к делу начнем с биткоина bitcoin usd стратегия 80 на 20 откровенно говоря не перестает удивлять и сохранять нервные клетки краткосрочным трейдером long я отобразил нисходящую трендовую линию которая нас уже не актуальна напомню вам ситуацию по данному сквизу вверх который было там 20 получается 25 октября вот при этой трендовый вот в этом месте было не было точнее ни одного истинного пробоя то есть при этой проторговки там больше недели до две недели практически она длилась не было ни одного сигнала на то чтобы краткосрочно можно было торговать в лонг я в этом говорил действовал согласно правилам до соответствии рекомендации были исходя из правил к чему я это говорю давайте уберем старую трендовую линию вот последний обзор по bitcoin у нас было 10 декабря 10 декабря тесно локальные локальные лонги на часовом таймфрейме на 15-30 там 5 минут все-таки приоритет рассматривать рассматривать после пробоя данной нисходящей трендовой линии данного контртренда это при росте и закреплении показал видеоролик отрывок из видеоролика вот 10 декабря я это говорю к тому что пробой данной нисходящей трендовой линии либо в дневном формате на дневном графике этой линии выступает контртрендом его так и не произошло то есть никаких точек входа в лонг в краткосрок искать было не нужно да и соответственно торговать в лонг краткосрочно я не рекомендовал соответственно при пробое данной контртрендовой линии можно было рассматривать этого не произошло мы вернулись на данный момент к трендовой линии нисходящий на данный момент где мы находимся давайте от простого к сложному начнем опять же с трендовых линий с фибоначчи перейдем к зонам дисбаланса по биткоину по топ альткоином по другим альткоином на данный момент добавилось также два контртренда на графике вы их видите по каким свечам по каким выступающим свечам я это все дело провел вот на данный момент данную фибоначчи рассматривать не совсем актуально по той причине что мы снова пришли к трендовой линии которые тестировали уже 25 ноября здесь был отбой в данном случае мы все еще торгуемся вблизи трендовой здесь также нет истинного пробоя сверху вниз то есть говорить о том что сейчас повышенная вероятность на то что мы пойдем строго вертикально вниз и и пока что нет для этого необходимо закрыться ниже лоя свечи от сегодняшнего дня закрыться именно дневной свечой тогда приоритет будет именно торговать искать точки входа в шорт не на всю котлету вообще не по рынку а искать точки входа в шорт допустим как пример как пример я вам покажу восходящую трендовую линию которая также сейчас уже не актуально но было актуально ранее здесь по истинным пробоем допустим смотрите свеча о 27 июля отбилась от трендовой линии ни одна из свечей не закрылась ниже данного лоя обратите внимание пожалуйста да то есть закрытие ниже лое не было приоритета торговать шорт не было у меня даже здесь была рекомендация она больше связана с таким моим личным мнением о том что мы пойдем вверх и отсюда ну кто помнит да кто следит кто не помнит хочет ну если хочет может телеграм канале посмотреть была рекомендация соответственно ну некоторые лонг взять да и соответственно там где открыться вот то есть обратить внимание подтверждение нисходящего тренда не было да и соответственно рынок вернулся назад обратите внимание на эту ситуацию пожалуйста 20 точнее 13 августа сверху вниз пробиваем трендовую линию закрываемся под трендовую линию и вот эта свеча от 14 августа закрылась телом свеча всегда закрывается телом закрылась ниже лоя пробойной свечи зона сэл той шартовый приоритет в данном случае подтвердился и рынок пришел к следующей трендовой линии то есть данная стратегия дает довольно серьезные четкие понятные относительно опять же правил сигнала к тому как вести себя на рынке какие какие сделки можно рассматривать какие нельзя рассматривать да вот напоминаю обучение можно будет пройти до конца этого года повторюсь обучение она заочная это не значит что вам до конца этого года необходимо записаться какую-то группу и пройти онлайн интенсив она заочно приступить вы можете хоть в январе индивидуальный урок может быть хоть там феврале то есть кому это интересно пишите в личное сообщение мой профиль в описании телеграм-канала на данный момент повторяюсь мы все еще вблизи трендовой линии и говорить о том что мы строго пойдем вниз вертикально я не могу по правилам данной стратегии мы должны закрыть дневную свечу ниже сегодняшней дневной свечки давайте посмотрим сейчас зоны дисбаланса по биткоину так по биткоину на часовом таймфрейме определил кстати блок предложения самый локальный на 7042 нижняя граница можете вот так же себе отметить так и по зонам дисбаланса по блокам спроса это 30-минутные часовые блоки спроса у нас было снижение отбоя от блока предложений еще 29 ноября и уход к ближайшему блоку спроса подтвержденную на объемах я сейчас не буду на часовой график на 30 минут из как когда скакать дабы не терять время все эти блоки зоны были определены в ранних видеороликах да кто смотрел кто наблюдает внимательно смотрит тот все прекрасно помнит блоки спроса с границы в 6 937 сегодня была точнее даже вчера 16 декабря у нас был тест у нас была некоторая остановка попытка выхода из него но не не уменьшалась успехом и мы пролились ниже вплоть до блока спроса который возник 25 ноября также подтвержденный вполне объемами вот и соответственно его сегодня протестировали повторяюсь вот этот сквиз вот этот вот это снижение остановка была была вблизи блока спроса на четырехчасовом таймфрейме созданного еще в мая девятнадцатого года откуда у меня была крайняя покупка биткоина об этом я говорил в открытом и в приватном канале все это прекрасные надеюсь помнят почему эта покупка была и естественно не маржинально естественно не краткосрочная среднесрочность целью набора биткоина который я продал относительно ну практически на самых самых хаях сейчас я рассматриваю некоторую остановку проторговку вблизи данного блока спроса зоны дисбаланса да сейчас можно посмотреть на объемы да и по объемам вы прекрасно видите то что они подтверждаются если как-то охарактеризовать данный объем данное снижение вниз данный откуп почему и так далее то можем обратить внимание на покупательскую активность вблизи блока с границы 6 500 вот покупатель себя проявил вот здесь был 30 минутный блок вот покупатель себя проявил да то есть я сейчас не буду там перескакивать на видеоролике когда что я говорил коллеги на это очень уходит много времени до соответственно вот покупатель себя проявил объемы подтверждаются здесь объемы подтверждаются вот ну и соответственно блок предложения в данном случае был отработан на сравнительно неплохом объеме данную здесь и откуп был здесь была и попытка пробить данный блок не увенчалась успехом но скорее всего опять же это зависит от игры игры покупателей крупных игроков напоминаю всем вы все это прекрасно понимаете что там допустим крупные позиции по какому-либо инструменту их могут набирать довольно широком диапазоне и говорить о том что вот если сейчас мы не пойдем выше то все покупатель сдулся и так далее ничего подобного коллеги крупный капитал не добирает позицию в таких в такие короткие промежутки времени поэтому говорить какие-то делать выводы в моменте относительно большой картины это неверно то есть позиция может набираться вот таким образом да то есть это может происходить на протяжении многих месяцев три-четыре месяца два месяца то есть для нас это конечно падение допустим рост 3000 до 5000 5000 но как пример с 5000 падения обратно до двух с половиной тысяч для нас это естественно поводы для каких-то локальных трейдов либо поводы для паники что касается толпы вот там bitcoin какую-то какую-то я не знаю принципиальную отметку не пробил все значит мы пойдем на новое дно такие выводы делают только толпа по большей части согласитесь я думаю вы с этим да но на большой картине на крупных таймфреймах если вы посмотрите абсолютно любой инструмент вы поймете что любой инструмент любая позиция она набирается в неком диапазоне широком диапазоне вот на данный момент повторять мы тестируем блок спроса возникший при активации покупателя при четырехчасовом блоке на 6500 который ранее показывал мы сейчас здесь встали и собственно говоря стоим по дневной по потенциале снижение его также указывал ранее давайте вернемся к фибоначчи я уберу фибоначчи на рост и напомню вам и покажу повторно уже получается фибоначчи на снижение сетку фибоначчи на снижение так 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 дневной график на контр тренды красной линии не обращайте внимание эту фибоначчи я вам показываю второй раз при снижении биткоина при истинном пробое трендовый линии первыми значимыми значимым диапазоном является 5 800 6100 то есть это зона 27 уровня расширения и цель пока что цель данной сетки фибоначчи это 4 вблизи 4 800 это 61 уровень расширения который идеально бьется с восходящей трендовой линии которая реально прийти при пробое при истинном пробое данной трендовой линии при которой но вблизи которой сейчас мы находимся как сказать корректно цена любого инструмента она не обязана всегда всегда приходить от трендовый к трендовый то есть в момент мы можем не дойти до трендовый линии как это было допустим 24 октября здесь был истинный пробой мы не прошли да и соответственно не подошли к этой трендовой линии соответственно видели подъем вверх то есть это не всегда работает на сто процентов то есть ничего сто процентов в целом трейдинги нет но и при обновлении точнее при наших самых минимальных глобальных ну за последнее время ценах до при отметке там вблизи 3 тысяч 200 мы также не дошли до трендовой линии ну примерно на 2 300 на 2 400 цена соответственно образовала новую трендовую восходящую линию и мы пошли к следующей трендовой то есть ничего сто процентов трейдинге нет а кто считает что есть то ну как бы я не знаю как вы с этим как вы с этим с этими знаниями как вы справляетесь да вот по большей части и вообще по факту вам не нужно учиться прогнозировать вам нужно учиться отрабатывать ваши сценарии которые заложены в вашей торговой стратегии у вас нужен ряд сценариев который подходит по точку входа точку выхода или ну то время когда вы не торгуете и все то есть никаких вангований я вам не рекомендую делать у вас может быть свое личное мнение которое вы можете высказать в комментариях к этому видеоролику мне будет интересно посмотреть почитать вот ну и соответственно определить победителя до доступа в приватный канал на два месяца в качестве конкурса но опять же я не рекомендую тратить время на то чтобы ну якобы учиться прогнозировать трейдинг не состоит из неких навыков прогнозирования вот поэтому не стоит путать как бы понятие там определение некоторых сценариев до работы по конкретной торговой стратегии и учиться высказывать там свое мнение исходя из своего мнения торговать это очень опасно это ну по большей части вас это ну как сказать путь в никуда так 14 минут идет ролик давайте перейдем к следующим к следующим монетам ну начнем с эфира да если потопу пройдемся сейчас так ну давайте по дневной сетки фибоначчи коротко здесь ситуация не меняется довольно продолжительное количество времени цель все еще не отработана цель ну да на фибоначчи была создана она появилась еще получается в июле в июле этого года цель уже была известна это 61 уровень фибоначчи вблизи 112 долларов мы сюда пока что не дошли туда эфира я жду об этом я говорил ранее вот соответственно если эфир достигнет цели я буду ну предельно рад потому что есть определенный план по закупу данной монеты на определенных отметках при достижении 112 долларов можем моменте дойти и да ну порядка 100 долларов 95 это при дальнейшем снижении биткоина допустим ниже 5000 долларов ну или вблизи 5000 долларов вот поэтому будьте предельно осторожны будьте предельно внимательны если у вас были покупки выше то соответственно там вторую третью покупку вы можете совершить уже не сейчас а чуть позже давайте я вам покажу на зоне дисбаланса когда по зоне дисбаланса на монете эфир мы все еще находимся в рамках глобального блока спроса возникшего при росте при импульсе при начале данного восходящего тренда весной этого года в апреле вот поэтому если кто-то совершал здесь покупку там как сказать поводов для наращивания позиции для увеличения данной монете в своем портфеле я не вижу потому что мы данный блок еще не пробили если этот блок отыграет вверх если он отыграет и ухода ниже не будет вы будете ну понятное дело в плюсе да если совершили покупку по эфиру также писал в телеграм-канал подпишитесь на него пожалуйста потому что есть определенные рекомендации которые выкладываю исключительно в телеграм-канал чуть позже скажу какую рекомендацию выложил который отработала по эфиру писал то есть описал в телеграм-канал да и в текстовом формате писал вчера после 16 декабря вот опять же оперативные информацию я все-таки могу выкладывать только в телеграм-канал поэтому опять же кого кому важна оперативность подписывайтесь ссылка будет в описании вот поводов сейчас наращивать эфир в портфеле и либо покупать как сказать там какую-то позицию без ближайшей ликвидации если вы маржинально торгуете на биржах с адекватным плечом да и их нет при пробое данной зоны следующая зона интерес начинается только со 115 долларов и ниже со 115 долларов вплоть до 100 до 100 долларов поэтому сейчас поводов уже который раз повторяюсь добирать докупать наращивать позицию по данной монете нет при уходе ниже а мы можем уйти ниже при 115 100 долларов вы можете совершить там вторую покупку если вы уже покупали эфир выше либо третью до соответственно смотря сколько у вас будут было покупок смотря какой депозит вы выделили на именно на конкретно эту монету вот ну и далее если это третья покупка дальше уже ну соответственно стоит ждать достижение блоков предложения зон дисбаланса выше они на мой взгляд отработают самое ближайшее время самое ближайшее время понятно что не день и недели возможно и не две недели но продавать эфир я также писал в телеграм-канал я не вижу смысла дешевле чем 190 долларов то есть при подходе при импульсе вверх от 190 долларов до 220 долларов соответственно в этом промежутке цен вы можете совершить некоторую фиксацию профита части профита да если вы торгуете более ну так сказать краткосрочно до понятное дело что это может быть через три недели через месяц мы дойдем до этих цен вот если кто-то намерен держать эфир то о 260 долларов и выше можно будет продать данную монету по этой монете сказал тут кардинально ничего не поменялось давайте я перейду сразу к риплу его просили рассмотреть в комментариях так паре плавом паре плавом по тренд вам по фибоначчи как вы помните у нас получается 25 ноября была достигнута цель по дневной сетки фибоначчи который также долгое время не отрабатывала практически пункт 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 мы отработали на данный момент нисходящий тренд продолжается напоминаю ситуацию по трендовым линиям для того чтобы тренд так сказать некоторую большую картину поменять в сторону лонгистов поменять игру именно приоритет long нам необходимо пробить нисходящие трендовые линии сейчас уже называл в целом по фибоначчи по зонам дисбаланс ближайшие зоны интереса по фибоначчи 27 зона расширения это 17 и 2 18 и 2 цента цель на данный момент 13 с лишним центов цель не всегда отрабатывает то есть она не обязана всегда отрабатывать фибоначчи ну хотя не 80 там 90 процентов случаях при торговле по тренду всегда отрабатывать поэтому будьте предельно внимательно если по рипу есть в планах совершить там вторую третью покупку то рассматривайте 17 2 18 2 до соответственно в этом диапазоне и 61 уровень это вблизи уже 14 центов там 13 до 14 центов по риплу спрашивали пишут когда при каких условиях возможен восходящий тренд возможен приоритет long приоритет long именно краткосрочных трейдах только при пробое данных нисходящих трендовых линий хорошая новость заключается в том что здесь если будет сквиз вверх даже не сквиз а импульс на объемах на зеленый свече вверх в моем случае на белый да то на этом импульсе мы можем сразу долететь до трендовой линии вблизи 40 42 центов при закреплении выше у нас дорога откроется вплоть до следующей трендовой линии это 65 центов то есть ракурс снижения он естественно график идет слева направо трендовые линии смещаются в данном случае трендовые линии уже вблизи текущих цен и мы можем показать уже какой-то серьезный импульс если даже у нас с текущих цен продолжится какой-то флэт это может быть там 20 числах января вот но если вот прям в корень менять ситуацию по ripple коллеги это нужен сквиз рост именно за 41 42 цента и только тогда уже появится уверенный на мой взгляд опять же и на взгляд торговые стратегии 80 на 20 трендовых линий уверенный сигнал к тому что стоит рассматривать только лонг позиции краткосрочные лонги можно будет также рассматривать перепробой там 31 с половиной центов торговать до следующей трендовой линии вплоть до 40 центов более среднесрочные более серьезный охват по то есть по росту да куда мы можем долететь начинает от 40 там двух центов до 66 показал показал то что просили показал да когда в корне ситуацию по ripple может поменяться я вам только что рассказал по зонам дисбаланса по монете ripple мы все еще находимся в границах хотя уже у нижней границы глобального блока спроса который возник в декабре ровно получается два года назад в декабре 17 до в декабре 17 года причем сегодня коллеги 17 число и вот эта свеча вверх вот этот рост вверх был тоже 17 авру вру вру 12 декабря это я не туда посмотрел да ну то есть мы по большей часть тоже середина декабря вот этот блок спроса зоны дисбаланса уже отрабатывала я вам это показывал и 14 августа восемнадцатого там и в сентябре 18 года на приличный довольно рост до блока предложения вот и на данный момент обратите внимание мы торгуемся именно в рамках опять же этого блока спроса по зоне дисбаланса по наращиванию монете монеты ripple по повторной какой-то покупки смысл есть начиная от 16 центов там вплоть до вот тоже то же самое что в принципе фибоначчи показывает о 14 с половиной до 16 центов поэтому кто-то если кто-то из вас покупал ripple в этом диапазоне то есть ничего страшного в этом нет если у вас какая то есть там определенная просадка вы не бог трейдинга вы не ванга вы не экстрасенс чтобы узнать угадать прям самый лой совершить какую-то покупку и рынок сразу пойдет вверх не старайтесь подстраивать рынок под себя у вас все равно это не получится да и угадывать самый лой самое дно покупать на самом дней продавать на самом хая но это практически нереально поэтому не стоит тратить на это энергию если у вас есть намерение откупа какой-либо монеты какого-либо от коина каких-либо инвестиций среднесрочных сделок вы просто смотрите относительно вашей торговой стратегии где это реально делать где-то правильно делать и делаете да на определенную часть от депозита на адекватную оставляют определяем определенную часть средств на допустим надо кубку то есть никаких там все котлеты и так далее ну делать этого не стоит паре plus сказал далее это пара link usdt по монете link у меня была рекомендация в приватном канале который я разместил в открытом канале в telegram так сейчас найду так link link вообще проще найти если вы что-то хотите найти по каналу неважно по моему или еще по какому то можете просто в поиске совершить поиск у меня был репост из приватного канала по монете link при цене 1 96 я высказал свое намерение купить данную монету на 3 вблизи трех блоков спроса при цене 182 1 35 и 0 80 на данный момент именно сегодня у нас отработал первый блок спроса на отметке 182 ну то есть грубо говоря плюс минус там менее часа назад у меня сработал первый ордер на покупку при дальнейшем снижении я ну то есть эти ордера у меня стоят телеграм-канале все это я написал 1 35 0 80 по данным по данной монете но сколько ордеров отработать столько отработает в любом случае я считаю что я выйду в плюс где будут закрываться напишу и в приватный канал и в открытый канал давайте по фибоначи по монете link цель по прежнему нас остается 61 уровень расширения это вблизи 85 центов поддержка у нас находится вблизи 27 уровня расширения последние рекомендации которые были по линку я их давал в сентябре был четко обозначен диапазон вот этот диапазон для покупок были также четко обозначены уровни для продаж 5 ноября цели для фиксации я также отмечал 2 80 и 3 доллара то есть 283 доллара это была крайняя цель ну и соответственно все это отработал закуп 1 55 1 60 цели для фиксации самая крайняя цель была 3 доллара поэтому link здесь максимум из link из монеты link нам удалось выжать кто действовал исходя из моих рекомендаций по эта монет в любом случае в плюсе в любом случае на данный момент по монете link ситуация то есть такая же как и было ранее да я и в прошлых видеороликах рассматривал по зоне дисбаланса мы сейчас пришли к зоне дисбаланса возникшую в сентябре в конце сентября этого года мои другие два ордера расставлены у блока спроса возникшего в июне девятнадцатого года и крайний крайний ордер у меня стоит у блока спроса еще с импульса там можно сказать с восходящего сначала восходящего тренда мая девятнадцатого года вот поэтому по монете link пока что все по блокам предложения 258 и выше 340 и 4 доллара там я намереваюсь фиксировать прибыль по данной монете следующая монета light coin так по лайткоину давайте так давайте знаете как сделаем покажу фибоначчи которая также сегодня именно отработала вчера у нас вот это фибоначчи я вам еще еще давно и показывал и начинал ее показывать еще в июле девятнадцатого года цель цель также обозначил заранее это 61 уровень близи 39 долларов вот поэтому именно сегодня она отработала вчера у нас был был удар слоем в 39 долларов . 02 до а цель ровно 39 долларов сегодня соответственно до 39 долларов мы дошли по монете light coin у меня также есть шкурный интерес при увидеть дальнейшее снижение потому что есть определенные намерения купить которые но намерение еще давнишние до соответственно я жду эту цену определенную до при снижении блок спроса возникшего при импульсе феврале девятнадцатого года при начале восходящего тренда поэтому если по лайткоину продолжится снижение то уже это купать есть смысл в диапазоне от 20 от 39 вру от 30 долларов до 30 и там до 37 может чуть-чуть не дойдем уже запинаться начинаю стараюсь как можно быстрее рассказывать до в то же время не потерять мысли не затягивать видеоролик на час по лайткоину также так по фибоначчи вот это фиба отработано сейчас новый фибоначчи я определять не буду все еще нисходящий тренд восходящий тренд может возникнуть только при пробое данной нисходящей трендовой линии пока что мы его с вами не увидим поэтому краткосрочная лонги на монете лайткоин но данном альткоине пока что не не в приоритете следующая монета которую мы рассмотрим это вайс по вайс вайс также просили в комментариях монету вайс хотя хотя по вейс у меня были конкретные недавно рекомендации и в обзоре в последнем вайс альткоина биткоина я его разбирал еще один повод подписаться на открытый телеграм-канал то что некоторые рекомендации выкладываю исключительно телеграм-канал да и последняя рекомендация была по вайс она была получается 11 декабря при цене в из 765 сатош рекомендовал покупать вплоть до снижения к 500 сатошем и ближайшей цели 1115 и выше до рекомендации отработала за за пять дней за пять дней первая цель отработана 45 процентов профит кто заработал поздравляю мне уже десяток человек написали поблагодарили вот очень рад что кому-то мои рекомендации помогают да и в целом есть определенный фидбэк от вас очень приятно спасибо за обратную связь вот по монете в с по ну давайте по фибоначчи первую очередь посмотрим первая цель достигнут 1115 сатош вторая цель 1537 сатош пока что не достигнута по фибоначчи в рамках данной в рамках дальнейшей коррекции от серьезно серьезно снижение цель вблизи нулевой уровень 1537 2 100 2 500 они все еще актуальны поэтому кто откупал вейс по моей рекомендации не намерен критом профит 40 даже уже не в 45 процентов получается а в 60 плюс процентов то соответственно поставьте хотя бы стоп лоз без убыток при дальнейшем снижение если она произойдет в данную монету купите все равно ниже вот кого не устраивает опять же там профит в 60 процентов кого устраивает я рекомендую крыть и просто уходить данного графика с данной монеты рассматривать другие сделки вот в уходящий поезд я не рекомендую запрыгивать когда уже произошел рост мне писали опять же в чате учеников ребята которые говорят о том что сейчас во многих каналах уже можно сказать на пике роста рекомендуют входить с последующим обновлением х я не рекомендую так делать когда уже произошел некий рост вскакивать на хаях с потенциалом обновления данных хаев на приличный какой-то профит ну там 85 процентов случаях вы можете оказаться в просадке вот поэтому я не рекомендую так делать если лучше покупать какую-либо альткоин шиткоин в любом случае это уж более разумно делать на на некотором дне на некоторых минимумов чем на хаях чем уже при росте поэтому не рекомендую так делать и не рекомендую обращать внимание на данные рекомендации по блокам предложения монета waves к биткоину отработала блок предложения на 1100 и 1240 сейчас закрываемся под этим блоком блоки предложений выше 1400 1800 2100 это уже но при дальнейшем росте кого не устраивает данный профит который уже случился здесь и сейчас то поставьте как минимум хотя бы стоп лозу без убыток вот целей я указал про цели я рассказал по монете в из коллеги следующая пара это на usd по на usd откровенно говоря вот этот сквиз я не учитываю при построении данной сетки фибоначчи тем не менее здесь было отбой 27 зоны расширения было очень красиво и прибыльно да кто покупал вот на данный момент если опираться на данную сетку фиба у нас цель 61 уровень расширения это 5 долларов приблизительно 55 525 25 плюс минус это будет цель согласно вот этой коррекции в зоны 50 уровня на данный момент мы находимся вблизи в рамках 27 уровня зоне 27 уровня расширения который выступает также некой поддержка если не учитывать данной фибоначчи так сказать опираясь на ее слов с выходом за соды уровень я вам покажу фибоначчи от данного снижения от снижения ноябрьского от ноябрьского снижения мы видим то что цена также слабо скорректировалась в почти до линии 23 уровня да и сейчас мы пришли в зоне также зоне 27 уровня расширения поэтому исходя из этой сетки фибоначчи у нас на данный момент зона интереса и зона интереса вблизи 6 долларов 20 там 6 долларов 20 центов так далее то есть учитывайте цель по фибоначчи вблизи 5 долларов при покупке данной монете если вы уже покупали данную монету не фиксировали никакой профит вот и давайте посмотрим зоны дисбаланса по зонам дисбаланса по блокам предложения по фиксации прибыли от ваших покупок самая близкая цель самая близкая цель это она находится вблизи 11 с половиной долларов более среднесрочной цели начинаются от 14 до 16 до 17 долларов за монету поэтому кто что-то ну здесь будет совершать какие-то покупки я рекомендую все-таки держать на более существенный рост здесь кстати биржа бина здесь нет этого сквиза который был на бирже битфайнекс вот поэтому как бы учитывайте это да на данный момент мы снились мы снизились к блоку спроса который возник при импульсе на хороших объемах это получается он был 27 октября вот то есть исходя из этого сейчас совершать покупку в принципе актуально и также оставлять часть средств на диапазон цен от 6 от 5 40 до 6 до 6 30 долларов за монету то здесь и зона дисбаланса и по фибоначчи здесь в принципе вот эти цены бьются поэтому какие бы покупки сейчас не совершали или вы уже совершили покупку или сейчас совершите покупку следующие добор позиции по данной монете либо увеличение в портфеле имеет место быть только при снижении от 6 там 30 и ниже до 5 40 больше смысла ну то есть добирать сейчас я не вижу если рынок пойдет резко вверх но вы все равно будете в профите вы совершите так сказать закройте прибыль от существующей позиции и жалеть о том что вы не закупились на всю котлету но это глупо да это не очень разумно чувство упущенных возможностей чувство упущены прибыли ни к чему хорошему вас не приведут поэтому постарайтесь не впадать в какие-то паники связанные с такими эмоциями так следующая монета которую мы рассмотрим будет монета ну давайте давайте рассмотрим монету ада так по монете ада по фибоначчи по трендовым линиям цель все еще не достигнута цель у нас 61 уровень 61 уровень расширения это вблизи трех центов чуть-чуть не дошли получается 25 ноября сейчас мы еще не снизились не ударили в линию данного уровня расширения вот поэтому кто покупал кто думает покупать в принципе на отметке в 3 цента может чуть больше там три сто ну три один да там 32 плюс-минус текущих цен сейчас начинается зона интерес то есть если выделять зону интереса по этой монете то я бы и выделил вот таким образом плюс-минус я бы так ее и выделял но зеленым цветом можно отметить да то есть по данной монете кто кому он нравится кому нравится данный проект сейчас покупка вполне актуально давайте попробуем посмотрим также зону дисбаланса так кстати обратить внимание мы ходим вблизи трендовой линии то есть про торговка вблизи трендовой линии вверх вниз вниз вверх она вполне актуально это вполне обычное явление для любого инструмента вот поэтому сейчас рынок пока что определяется и ну как бы ждет импульс до ждем импульс вот но зона интерес уже наступила по зонам дисбаланса мы пришли уже повторно первый тест блока спроса от от роста декабря восемнадцатого года реакция была 25 ноября реакция была но вполне существенная да то есть не какая-то слабая а получается на 25 процентов вполне неплохо сейчас мы пришли снова к этим отметкам поэтому опять же зона дисбаланса показывают практически то же самое что по среднесрочным каким-то целям по закупке сейчас ну в принципе неплохая цена по данной монете то есть от текущих и вплоть до там ну до трех центов то же самое практически до трех центов ну 2 и 8 2 и 8 выходит по монете ада я показал показываю то что есть на графике что-то выдумывать какие-то какое-то дно там в районе двух там центов одного цента ну просто как бы с неба брать какие-то цифры я не буду и никогда этого не делал поэтому то что имеется на графике то я вам и показал по монете ада кто ее просил имейте ввиду данные отметки которые я сейчас назвал по фиксации то есть начиная от четырех с половиной центов это ближайшие ближайшие цели 4 4 до 5 то есть в этом диапазоне можно совершить там первую фиксацию профита по данной монете и более среднесрочно цели начинаются там от шести с половиной центов вплоть до семи с половиной центов это кто готов держать в среде срок ну возможно долго срок следующую монету давайте быстренько рассмотрим это иота ее также просили кстати коллеги кто просил альткоины в паре к биткоину я их сегодня не рассмотрю я буду рассматривать в отдельных видеороликах вы знаете как они называются как я их обозначаю альткоины к 5 си с такой превьюх и соответственно здесь будут рассматриваться пары исключительно в паре к биткоину поэтому дождитесь пожалуйста данного обзора в данном формате я ваши просьбы выполню по монете иота у нас получается дневная сетка фибоначчи коррекция но она была создана еще тоже в июле девятнадцатого года также показывал ранее цель была обозначена также заранее коррекция была максимально линию 50 уровня вот здесь да вот в этом месте коррекция была при обновлении у нас обновление коррекции глубины не было мы ударили в тридцать восьмой уровень это было уже в сентябре девятнадцатого года и далее ушли вниз отработка 27 зоны расширения пожалуйста вот она также была да то есть можно было здесь заработайте были даже рекомендации на смотреть статистике в статистике она здесь есть кому интересно я за ноябрь еще не не писал там какие-то отработку рекомендации возможно это сделаю ближайшем будущем пока на это если честно времени нет по монете иота у нас также зона интереса практически достигнута цель 61 уровень расширения исходя из коррекции исходя из данной дневной сетки фибоначчи цель у нас 15 15 центов то есть зон интереса если выделять в принципе вот таким образом я бы и выделил поэтому кому нравится эта монет вы можете совершить покупку плюс минус с текущих цен вплоть до 15 там 15 с половиной центов давайте посмотрим все таки также зоны дисбаланса до чтобы было на что еще опираться так ну по монете иота в принципе то же самое что и на многих других альткоинах которые сейчас находятся в рамках своего глобального блока спроса зоны дисбаланса от каких-либо импульсов семнадцатого года там восемнадцатого года и монета иота не исключение поэтому кто кому нравится данный проект плюс минус с текущих цен вы можете совершить но по крайней мере какую-то покупку на адекватную часть депозита вот что будет ниже я сказать не могу потому что ну понятное дело я не ванга вы не ванги и говорить о том что мы точно не снизимся вниз там допустим куда-нибудь на 12 центов на 10 центов я ну мне совесть не позволяет да то есть такие заявления делай потому что опять же повторяюсь я не какой-то там бог трейдинга у меня есть торговые стратегии я по ним работаю я по ним зарабатываю я по ним анализирую график и какие-то ну опять же свои мнения высказывать могу а я их высказываю время от времени но я не строю трейдинг не строю свою торговую жизнь так сказать да исходя опять же из ванга вани да тем более из ванга вани каких-либо других крипто трейдеров которые публикуют свои прогнозы ютюбе так по монете и вот сказал то есть она по большей части на дне по дневной фибоначчи у нас вблизи цели по зоне дисбаланса в рамках блока спроса кому нравится данная монета можете там добавить его портфель и давайте быстренько рассмотрю монету zcash хотя по ней уже в принципе было достаточно сказано да и мнение свое менять как-то я не буду даже не то что мнение график он не меняется по фибоначчи нас была достигнута цель вблизи двадцати восьми с половиной центов вот были рекомендации в телеграм канале можете посмотреть также по поиску найти а по этой монете ну грубо говоря покупая держи там где будет но там где возможно будет но и какая сейчас актуальная цель я вам сейчас покажу по окну по актуальность сетки фибоначчи которая все еще имеет место быть она не так давно то есть не так давно я нанес на график от снижения сентября девятнадцатого года при достижении цели от прошлой фибоначчи дата на двадцать восемь с половиной цель была достигнута данный момент актуально именно это мы остановились в двадцать седьмой зоне расширения на данный момент мы также двадцать седьмой зоне расширения цель 61 уровень расширения 20 21 доллар кто совершил исходя из прошлых рекомендаций там первую покупку допустим да я напоминаю что не рекомендую там если выделяете какую-то часть средств на альткоин не рекомендую сразу сразу закупать грубо говоря по рыночным ценам а делать это как минимум в два ордера я это делаю в три ордера поэтому по по монете zek если у кого-то есть намерение по откупу данного актива можно сказать то это уже вблизи 21 цента есть смысл докупать добирать ну или наращивать позицию раньше нет смысла на мой взгляд опять же помните zek по зонам дисбаланса по блокам спроса мы также как и по многим другим альткоином сейчас находимся в глобальном в глобальной зоне интереса на данный момент от роста также февраля 17 года зимы 17 года проще говоря на дне вот поэтому кто совершает покупки более локальные цены цели начинаются от 40 долларов до 48 долларов среднесрочно от 84 и выше кто покупает более краткосрочные с целью более краткосрочных фиксации профита тону рассматривайте вот эти отметки кто покупает с целью долгосрока да и удержание данные монеты то уже от 80 долларов и выше можете зафиксировать прибыль исходя из вложений в данную монету коллеги все на этом я считаю что можно закончить пишите пожалуйста заявки участвуйте в конкурсе оставляйте свое мнение относительно относительно дна биткоина то есть понятное дело что мы исходя из наших комментариев не будем строить какую-то торговую стратегию или к там кто-то напишет что я думаю дно будет на 2000 долларов и мы будем дружно ждать 2000 долларов нет это просто ну так сказать конкурс даст каким-то но более менее интересным ответом комментатор победит да то есть этому человеку я предоставлю доступ приватный канал что есть приватном канале написано в описании к этому видеоролику цена 50 долларов за два месяца символическая стоимость кому интересно кто хочет приличный объем информации получать ежедневно то пишите в личное сообщение ссылка в описании телеграм-канал ссылка на телеграм-канал в описании к этому видеоролику спасибо за внимание спасибо что досмотрели всем успехов нервничать не паникуйте все хорошо всем пока